Лесногородское поселение, если можно так выразиться, одно из самых бедных в районе. Источники, из которых наполняется бюджет, невелики. Удивительно, но в последние год-два местная администрация умудряется дополнительно собирать по несколько десятков миллионов рублей. Однако и этих средств хватает не на все. Поэтому депутатская поддержка здесь приходится очень кстати. Прогресс последних нескольких лет налицо, очевидно. И это чувствуется по настроению людей. Здесь в лесном городке в последние годы был исторический запрос на перемены, на улучшения. Чувствуется, что изменения люди почувствовали. И здесь самое главное не утрачивать темп и продолжать двигаться тем же курсом, который взят. Вместе с людьми депутат обошел центр городка. Положительные изменения действительно видны. И главное, видно желание власти продолжать строительство комфортной городской среды. Существуют планы по созданию в лесном городке сразу нескольких современных зон для спорта и отдыха жителей. Сейчас мы осмотрели место, где в ближайшее время будет установлена детская площадка, детско-спортивная площадка. Надеюсь, что в ближайшие месяцы до наступления зимы все работы будут сделаны. Мы осмотрели, также послушали наказы на будущий период. Эти задачи, которые стоят перед администрацией, они требуют концентрации и ресурсов. Одной детской площадкой, на строительство которой депутат помог выделить средства, дело не ограничится. Сегодня речь идет о создании более серьезной зоны отдыха, которая станет центральной для всего городка. Мы строим детские площадки, маленькие детишки у нас как бы обеспечены игровыми элементами. То дети среднего возраста, где-то от 8 до 14 лет, им заниматься нечем. Поэтому с Дмитрием Аркадьевичем попросили его и приняли совместное решение, что мы поставим хороший лазовательный такой комплекс рядом со спортивными элементами, с турниками, шведскими стенками. Я думаю, что жители этому очень обрадуются. Кстати, в лесном городке благодарят за постоянную поддержку сразу двух депутатов-единороссов и Дмитрия Голубкова, и первого заместителя председателя Московской областной думы Ларису Лазутину. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.